Здравствуйте! На библейском портале «Экзегет» мы постараемся ответить на поступивший вопрос. Почему милосердный Бог не простил Адаму и Еву? Ну, Господь, Бог милосердный, Он, конечно, просил Адаму и Еву абсолютно сразу. Да и вообще нельзя сказать, что Бог как-то обижался. Обида – это некоторое умоление, умоление любви. У Господа этого умоления любви не было. Господь дал Адаму и Еве свободу, потому что сотворил их по образу и подобию Божию, по образу и подобию своему. И поэтому, если Адам и Ева не захотели быть с Богом, то Господь их свободу ценит. А Господь, конечно, если мы вспоминаем книгу «Бытья», то мы увидим, что Господь давал человеку возможность свой свободный выбор поменять. Не носил его. Господь, конечно, мог бы щелкнуть пальцами или даже не щелкать пальцами. Просто захотеть, и люди бы сразу там покаялись, бы смирились, от всего отринились. Но Господь нас не воспринимает как марионеток. Он с нами поделился самим бытием, поделился своей свободой неизреченной. И поэтому Господь взывает, взывает к Аврааму, взывает к Еве, пытается, чтобы они образумились. Но что мы видим? Мы видим, что вместо того, чтобы, когда Господь дает им возможности, спрашивает, «Ты где, Адам?», он дает ему возможности раскаяться. Но Адам вместо этого говорит, «Вот жена, которую ты мне дал, она мне дала вот это яблоко, я вроде и не хотел». Ну, не хочет человек возвращаться к Богу. Ева, может, хочет, нет. Ева говорит, «Вот, змеи, заполз, сад эдемский, он меня уговорил, это древо с познания добра и зла, тоже его вкусить». То есть люди продолжают, продолжают отрицать единство с Богом. Конечно, возникает небольшой вопрос, почему Господь не простил Адама и Еву, когда уже они оказались вне рая и начали горько плакать и всячески хотеть в рай вернуться. Надо понимать, что Господь тоже не обижался на Адама и Евы и, наоборот, сразу им дал некоторую дорожную карту, как, не нарушая человеческой свободы, можно прийти к единству с Богом обратно. Он говорит, «Вот, Адам и Ева, вы находитесь в мире, которым изменился после вашего грехопадения, вы хотите ко мне вернуться, поэтому соблюдайте простые заповеди». И первые заповеди, которые Господь дает, можно сказать, заповеди инструкции, говорит, «Вот, будешь в поте леса трудиться, хлеб свой добывать». И поэтому наша жизнь земная всегда связана с трудом. И если жизнь человека абсолютно бездельная, даже если у него большое состояние материальное, он не имеет нужды в труде, если жизнь у человека бездельная, даже если он кого-то особо, может, и не обижает, все равно эта жизнь к Богу не приведет. И говорит Еве, «Да, будешь рожать в муках, в муках будут появляться новые люди». То есть величайшее создание Божие, бессмертная душа и тело, полученное от родителей, будет появляться со скорбью. Но тоже это было некоторое заповедь и обещание того, что вот из семени жены произойдет тот, кто на семя змеи наступит на главу, тот, кто его попрет, Господь наш Иисус Христос. То есть Господь и вся история Ветхого Завета – это, по сути, история так, как Господь не обиделся на людей, а как он своим милосердием на протяжении миллионов, сотен тысяч лет вел до того момента, пока не избрал группу людей, чтобы за две тысячи лет от Авраама до пришествия Христа подготовить некоторый плацдарм для того, чтобы, когда он сам придет на землю страдать, чтобы уже дать человеку возможность возвращаться в жизнь вечную, в Царство Небесное. Господь дал человеку такую же возможность. Понятное дело, кажется, а как же, почему Господь так нечестно поступил, что подпасть от Него надо было яблочко съесть, это одна всего лишь секунда, а тут действительно такие долгие бесконечные годы, поколения людей меняются. Что же здесь произошло? Ну, во-первых, мы абсолютно не знаем и не представляем, буди в падшем греховном состоянии, как текло время в раю. Может, Адам и Ева сотни миллионов лет срывали с черенка вот этот плод, который все погубил. А опять же, еще мы должны вспомнить, что выбор абсолютно свободного, лишенного грехов и страстей человека, он ничем не ограничен. Человек был куда больше подобен Богу в том своем райском состоянии, поэтому ему куда легче было сделать какой-то волевой выбор. Здесь же, увы, нужно было к этому выбору готовиться из поколения в поколение. Но мы рады, что Господь не отвернулся. И хотя, как мы знаем, такое символическое выражение, что Господь в Ветхом Завете раскаивался, что он там сделал, что потоп наводил, что предлагал Моисею истребить, израильский народ от него, новый избранный народ произвести, чтобы не сыны Врама, а только сыны Моисея были наследниками именно откровения божественного Ветхозаветного. Но нет, Господь не то, что он не раскаялся, Господь постоянно любил людей. И то, что он открывал свое недовольство таким ходом событий, это лишь был его знак, что вот вы люди, я вам даю свое милосердие, даю свою любовь, а вы все равно уворачиваетесь от того, чтобы не войти в Царство Небесное. И надо посмотреть, что смотреть Ветхий Завет? Посмотрим на нынешний момент. Сейчас врата райские открыты, заходи, не хочу. Господь воскрес, победил смерть, а ворота адовы разрушены. Иди в рай в Царство Небесное, что же тебе мешает? Но нет, человек ухитряется своей свободной волей все равно набрать столько прегрешений, чтобы отделиться от Бога, отделиться от жизни вечной. Но Господь по-прежнему целит нашу свободу. И его любовь и милосердие в том числе заключаются в том, что он нашу свободу хранит и от самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok